МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На круглосуточном информационном канале Брянская губерния. Программа события в студии Оксаны Измерова. Здравствуйте. В Иганическом районе при столкновении автомобиля с поездом погибли 4 человека. Авария произошла на переезде на перегоне Выгонича-Пильшина. В условиях сильной метели водитель УАЗ «Патриот» не заметил приближающийся дизель-поезд. В итоге произошло столкновение. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновений избежать не удалось. В результате ДТП погибли 4 пассажира автомобиля, один человек доставлен в больницу. Пассажиры поезда и локомотивная бригада за медицинской помощью не обращались. Александр Богомаз принял участие в церемонии оглашения послания президента Федеральному собранию. Глава государства раз в год обращается к парламенту с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики. Это программный политико-правовой документ, выражающий видение стратегических направлений развития России на ближайшую перспективу. Послание включает политические, экономические, идеологические положения, конкретные предложения по законотворческой работе обеих палат парламента. Как сообщила пресс-служба правительства Брянской области, в Манеже присутствовал губернатор Александр Богомаз и спикер областной думы Владимир Попков. Завод «Брянский арсенал» стал площадкой для демонстрации лучшей дорожной, автомобильной и сельхозтехники России. Успехи нашего производства оценил губернатор Александр Богомаз. Один из цехов «Брянского арсенала» превращается в настоящий выставочный зал. Внимание сельхозпроизводителей, дорожников, коммунальщиков приковано к новейшим достижениям корпорации «Русские машины». В ее составе три компании. Группа «Газ», «АКОРМ» и «РМ Терекс», куда и входит наш брянский арсенал. На выставке 22 единицы техники. Детище этих промышленных гигантов. Для себя, как для сельхозника, меня заинтересовал топливозаправщик мобильный, который можно на полях заправлять технику, не гоняя его на стан. Также интересны экскаваторы, фронтальные погрузчики. Эта техника нам необходима, и не только нам, и более сильным компаниям, чтобы расчищать поля, облагораживать, оккультуривать. Несомненно, качество, удобство в управлении техники, надежность техники, она, конечно, на сегодняшний день очевидна. И мало того, я скажу, что в прошлый год мы уже купили один экскаватор в брянском арсенале и купили один автогрейдер. Сейчас «Автодору» нужно 25 автогрейдеров, и покупать их будут на брянском арсенале. Экспозицию вместе с гендиректором «РМ Терекса» оценивает губернатор Александр Богомас. К примеру, автобус, удобный для инвалидов, или современная реанимационная машина. А это конкретно российский автопром с отличной стоимостью владения, с наилучшей в своем классе. Цена автомобиля – 3200. С комплектацией медоборудования в соответствии с 386 приказом. Осмотрели и тяжелый транспорт. Губернатор опробовал грузовой «Урал» производство группы «ГАЗ», сердце выставки, автогрейдеры производства брянского арсенала. Глава региона эта техника близка и знакома. Сам начинал на заводе. Сначала учеником оператора, потом токарем. И вот сегодня я здесь, на вашем заводе, вместе с вами. И мне приятно, что завод, который всегда являлся флагманом брянской промышленности, такие как наше БМЗ, стальзавод, автомобильный завод, и который так же, как вся наша страна и наша промышленность переживала трудные времена. Но сегодня, когда мы были на экскурсии и осматривали тот ряд, который выпускает и компания «Терекс», русские машины, и конкретно на брянском арсенале, конечно же, радость берет за то, что бывая слава, которой всегда осваивался брянский арсенал, начала возрождаться. Брянский арсенал сегодня берет высокую планку и, можно сказать, становится лидером в российском автогрейдера строения. Более 70% техники, которая продается в России, производится на этом заводе. Мы реализуем технику не только в России. Мы реализуем технику и в страны СНГ, и в страны дальнего зарубежья. Самая дальняя точка поставок, которая была у нас в 2017 году, это Филиппины. А техника, которую мы поставили в Филиппины, это грейдеры брянского арсенала. Завод «Брянский арсенал» заставил многих производителей задуматься о покупке этой техники. И, как отметил глава региона, сейчас как раз то время, когда наше может быть лучше импортного. Проблема сегодня перестроится нам самим. Потому что то, что нам было вбито в 90-е нулевые годы, что импортное все лучше, чем российское, нам сегодня это нужно доказывать, что все наоборот. И вот сегодня руководство завода, собравши такой форум производителей брянской земли, и представивши свою технику, она показывает, что техника, которую сегодня выпускает компания «Терекс», она не хуже, она где-то даже лучше, чем импортная. Она и по надежности уже мало чем уступает, но и самое главное, что ценовая политика, она дешевле. Самое главное, отмечают производители техники, это диалог с властью. К нам открыты, нас выслушивают, говорят в РМ «Терекс». В перспективе только подъем. В прошлом году «Арсенал Пири» выполнил бизнес-план на 20%. Такого же роста ждут и в этом году. Планируется продать 470 машин. Андрей Мамошин, Владимир Сидоров, События, Брянск. Основные направления – развитие системы дополнительного образования в современных условиях. Так называется научно-практическая конференция, которая прошла в губернаторском дворце детского и юношеского творчества имени Юрия Алексеевича Гагарина. В этом году она приобрела статус международной. Брянск встречал гостей из Белоруссии и Сербии. Подробности разузнала наша съемочная группа. В Брянской области действует почти 70 учреждений дополнительного образования. Это около 2000 педагогов, которые изо дня в день организуют досуг детей, помогают им с выбором будущей профессии. И всем им необходимо где-то находить вдохновение, а также расти профессионально, идти в ногу со временем. Такие цели как раз и преследует ежегодная научно-практическая конференция, которую организует региональный департамент образования. Дополнительное образование в системе образования Брянщины занимает особую роль как и в системе образования всей России. Чего греха таить? Ребенок приходит из школы и вторую половину дня он занимается любимым делом. Танцует, поет, играет на гитаре или занимается какой-то спортивной секцией. Более того, вот этот выбор хорошего дела, нужного дела, дела по душе этому ребенку впоследствии может стать его будущей профессией. Из года в год конференция по дополнительному образованию становится масштабнее. Нынешняя приобрела статус международной. В Брянскую область прибыли специалисты из Беларуси и Сербии. Приезд на такие конференции – это опыт, приобретение опыта, знакомство с единомышленниками – это для нас очень важно, завязывание связей каких-то, чтобы мы потом могли взаимодействовать между учреждениями, хотя с Брянским дворцом мы дружим очень давно, но мы надеемся, что мы откроем еще какие-то грани интересные для взаимодействия. Как отмечают педагоги дополнительного образования, особенно им интересно развитие новых направлений работы, связанных с информационными технологиями. Это то, к чему тянутся школьники, это то, в чем они сильны. Для нас, для областного дворца, является эта конференция наверное особенной, потому что в рамках конференции мы открываем два больших, значимых для нас зала. Это информационно-методический центр, который даст возможность нам сетевого взаимодействия с регионом в целом, с муниципальными учреждениями и техноцентр «Пересвет», который даст возможность нам поднять на более качественный уровень нашу техническую направленность в нашем дворце, но и, надеюсь, в области. Инженерная школа, исследовательская деятельность, доступность и многогранность качественного дополнительного образования. Конференция продлится два дня. Запланированы работа по секциям, семинар по развитию научно-технического творчества детей и молодежи, а также торжественное подписание соглашений о партнерстве с коллегами из других государств. Поделятся своими взглядами на организацию досуга детей и летчик-космонавт, герой Советского Союза Виктор Афанасьев. Сегодня очередное будет обращение президента. А многие вопросы, которые были подняты им еще на майских, не выполнены. Поэтому я не хотел, чтобы у нас подобная традиция выполнялась. И прошу то, что здесь будет очень хорошее, принято, чтобы это все было исполнено. Успехов вам и всего самого доброго. Екатерина Карманова, Игорь Веничук, События Брянск. Работа без барьера, валенком новые рынки сбыта, детский сад без сквозняков. В Почепском районе провел один из дней региональной недели депутат Государственной Думы Борис Пайкин. 30 слоев краски на них. Уже их надо или обжигать, или, наверное, все-таки уже в 21 веке надо их потихоньку убирать. Разговор на детской площадке. Первая остановка – детский сад Мишутка. Самый популярный у родителей Почепа. С учетом того, что хозяйка здесь добросовестная, вот удалось. Ну да, стараемся понемножку. Воспитатели методики присмотра вопросов нет. А вот с теплоизоляцией проблема. Окна тут ставили еще в прошлом веке. Деревянные рамы шпингалеты заклеивают по старинке. Бумагой намыли. Не, ну все, вот оно вот и сквозит, и все. Сквозит, или я, сквозит. У нас всегда тепло в саду. Это понятно. Ну вот, конечно, когда дожди, когда ветер, это... Окна меняют понемногу. Пятую часть установили – 12 из 60. Борис Пакин предлагает кардинально решить вопрос. Детская площадка и окна – это разные вещи. Постоянно окна и площадка. Спасибо. В детской группе настоящее производственное совещание обсуждают детали замены окон. Плюс к техзаданию. Установка зеркального покрытия, чтобы и на солнечной стороне было комфортно. Уже с этого делаю валенки. 20 пар в день. С такой скоростью работает семья Романовых в Почепе. Валенки выворотные, уникальные. Особый почерк почепчан. Не просто малый бизнес, торговая марка. Продвигать нужно и в другие регионы, озвучивает мысль Борис Пакин. Для этого и детальное знакомство. Когда они не вывернутые, они получаются заводские, они очень большие, это наружу. В том, ведь, о почеркском районе. А то все вы нам давите, а то получается, что нам бы пора вам. Ваш размер? Да. Ну, 44. Ну, нормально, как по обе. Не сильно большое. Это как надо. Не, ну это жмали. История производства – 200 пар в год. До 4 тысяч. Это сейчас. В основе была идея и желание. На старте помогло государство. Это как раз большой пример для многих индивидуальных частных предприятий. Да, в какой-то момент государство им помогло. Да, они получили несколько грантов. А сегодня они уже вышли на самоокупаемость. Они сегодня благодарны государству за ту помощь, которую им оказали в становлении своего бизнеса. Следующий адрес – поселок Роща. Здесь живет Евгений Громадный. Еще 7 лет назад начинающий бизнесмен, водитель. Сегодня человек с дополнительными потребностями. Инвалидом Евгения не назовешь. Неугомонный. В Жуковском прыгал с парашютом. Снимался в кино. Любовь с ограничениями. В гараже открыл небольшое производство. Сувениры из дерева. Еще ручка будет. Ежеланная. Ежелочная. Ну, уже 2. А на 23-е звезды делали. В виде звезды короче. Не осталось ни одной? Нет. Есть и еще один работник. Такой же колясочник. Идею нашел сам. Освоил. Но надо, говорит, идти дальше. В 3D-фрезерный станок и делать объемные какие-то вещи из дерева тоже. Могу показать приблизительно, что получается. Покажи. В интернете. По интернету идут заказы на штучный товар. Резные кроватки, тумбочки. Но на все нужен 3D-фрезерный станок. Мне действительно хочется помочь, потому что как-то вот достаточно плохо с этим получается. В городе еще как-то. В городе как-то еще более-менее, потому что будет, да? А вот здесь, да, в районах. Тут же мысль. Свести парня с заводами в Кокоревке или Белых берегах. Вдруг будут заказы. Он бы мог выполнять. Плюс коляску с вертикализатором надо. Это облегчит быт. Значит, роль ставни, эту коляску, мы тебе сейчас пришлешь ссылку, посмотрим, еще сами там поищем. Остальное все поставим. Остальное все сам. Приедем, обязательно посмотрим, у кого-то в зону работает. Для меня в принципе один. Сроки для реализации планов в Почепском районе депутат определил по календарю. Все будет сделано к лету. Мария Сергеенко, Владимир Сидоров. События. Почепский район. В манеже «Локомотив» представителям региональной общественной организации Федерации бокса Брянской области вручили ключи от микроавтобуса. Юные боксеры также получили спортивную форму и инвентарь. Объявлено было и о старте в Брянской области проекта «Бокс в школу». Для тренеров и спортсменов настоящий праздник. Подарки от руководства Межрегионального бюро Федерации бокса России в Центральном федеральном округе. Ключи от микроавтобуса, а еще спортивная форма, боксерские мешки. Теперь будет проще и комфортнее добираться на соревнования и оттачивать мастерство. Будут открываться новые школы. Они будут оснащены по последнему слову, которые есть у нас. Будут профессиональные ритки, будет хорошее оборудование. А это значит будут чемпионы из Брянска. В Брянской области проводится большая работа для развития олимпийского бокса. Буквально два дня назад мы открыли проект «Всероссийский самбо в каждую школу». Также мы будем продвигать на территории Брянской области проект «Бокс в каждую школу». А вам, ребята, я хочу пожелать, чтобы вы всегда занимались спортом. Потому что спорт каждому человеку дает не только здоровье, силу, но и уверенность. Уверенность в дальнейшей жизни. Человек, который занимался спортом, он всегда добивается и успехов в жизни. Боксерские школы в регионе открывать планируют приобщеобразовательных. Мы начнем именно со школ. И самое главное, что мы начнем с повышения не только качества, но и количества этих школ. А самое главное – доступность этих школ, потому что они должны быть бесплатными. Несмотря на то, что бокс считают мужским видом спорта, девушки здесь ничуть не уступают. Своё мастерство демонстрируют на ринге. В Брянской области более 800 спортсменов занимаются боксом на базе шести школ и учебно-спортивного центра «Триумф». Особое внимание губернатора развитию этого вида спорта дает ощутимый результат. А значит, впереди новые победы и награды брянских боксеров. Елена Лыщицкая, Игорь Винничук. События Брянск. Рекордный урожай зерна – строительство жилых домов и рост поступлений в бюджет. Об этом и многом другом сообщил в своем отчете глава администрации Брасовского района Сергей Лавокин. Брасовский район собрал лучшие урожаи зерновых за свою историю. Более 111 тонн, или 159%. Средняя урожайность – 43 центни раз гектара. Введено в оборот более тысячи гектаров неиспользуемых земель. Построены и сданы 24 жилых дома. На ремонт городских улиц в прошлом году потратили более 3 миллионов рублей. Отремонтирован Брасовский дом культуры. За почти 2,5 миллиона рублей заменили систему отопления в большом зале, мягкую кровлю, окна и двери. После того, как глава района ответил на все вопросы, слово взял заместитель губернатора Александр Жигунов. Он напомнил о том, что будущее региона и всей страны зависит от того, что делают сейчас. Сегодня у нас есть прибыль, сегодня у нас есть доход. И сегодня мы ясно видим, куда мы дальше идем. Вот хотелось, чтобы у нас это было и дальше. В завершении встречи лучшие работники Брасовского района получили почетные грамоты и благодарственные письма. Игорь Умаров, Андрей Мазунин, События Брасовский район. В Брянске волонтеры избиркома продолжают информировать жителей о предстоящих выборах президента. Календари и наклейки с напоминанием прийти на выборы 18 марта получили сегодня посетители аэропарка. На стекла машин волонтеры также приклеили специальные стикеры, конечно же, с разрешения владельцев. В мероприятии принимают участие практически все студенты со всех вузов, молодежных и общественных организаций нашего региона. И стоит напомнить, что 18 марта в городах Брянск, Клинцы, Новозыпков, Унечи и Дядьково, кроме выборов президента, пройдет региональное голосование, в ходе которого жители отберут общественные территории для включения в приоритетную федеральную программу формирования комфортной городской среды. Каждый голосующий сможет выбрать три любые площадки из всех представленных. Для того, чтобы горожане понимали, что они выбирают и за какой проект будут голосовать, на сайтах администрации и муниципалитетов представлена возможность ознакомиться с разработанными дизайн-проектами. Дополнения или предложения по конкретному дизайн-проекту принимаются от граждан с 1 по 15 марта. Борьба с коррупцией, контроль за безбарьерной средой для инвалидов и точечная застройка в рамках закона. Брянская прокуратура провела пресс-конференцию, на которой рассказала о том, что сделано в прошлом году и с какими вопросами чаще всего обращаются наши земляки. Как и во всей России, в Брянской области борьба с коррупцией на особом контроле. Всегда кто-нибудь хочет погреть руки на власти, уповая на то, что система его заставила. Но это обычно плохо заканчивается. Кто так считает, что система меня заставляет брать взятки? Ну, значит, пускай знают, что путь их один, клинцы. Строгий режим, если это злоупотребляйте взятки, на строгий режим все идут. Следующий вопрос – точечная застройка. Многоэтажки возводят, а парковок под них нет. В итоге дворы задыхаются. Формально пока действующие градостроительные регламенты, которые существуют, они не запрещают ставить дом, если под него нет достаточной территории для парковки. То есть там минимальные требования. Должна быть детская площадка и какая-то территория прилегающая, которая выражается в площади определенной относительно этажности застройки. Среди других вопросов – захламленность территории, невыплаты зарплаты, несоблюдение прав осужденных. Обсуждались подвоз детей в сельские школы и изъятие несовершеннолетних из семей. Игорь Умаров, Анатолий Чекрыгин. События. Брянск. Оформить право на землю, поставить на кадастровый учет. Консультации по этим и другим вопросам мы получаем в Росреестре. Очень удобным для многих стал единый день консультаций. Для Росреестра этот год юбилейный – 10 лет. А система государственной регистрации прав отмечает 20-летие. К таким датам в одно и то же время по всей стране решили провести единый день консультаций. Судьи могут прийти, предварительно показать документы или рассказать о какой-то сложной ситуации, где не все однозначно, потому что документы бывают 90-х, 80-х, 70-х годов. Формулировки, естественно, были абсолютно различные, трактование было различное, поэтому достаточно сложно четко самому разобраться. Так это правильные эти документы, неправильные и так далее. Поэтому проводится такое мероприятие. В единый день консультаций граждан в Росреестре ждали с 13 до 20 часов. Время удобное для работающих. Ирина успела в обеденный перерыв разрешить свой вопрос. Не могу сказать, что у меня конфликт с соседями, но какое-то недоразумение, к сожалению, у нас с ними возникло. И вследствие этого недоразумения уже появилась бумага с их стороны, в которой они пишут, что мой дом, как объект строительства, является самовольной постройкой, подлежит сносу. Ирина идет по всем инстанциям. Правду находит на консультации в Росреестре. Пересмотрели весь комплект документов на дом, купленный в 2017 году. Специалисты уверили меня, что все на законных основаниях мне принадлежит. И нет никаких, не существует незаконных самовольных построек. Просто дом существует в тех границах, в каких он был построен очень много лет назад. Теперь душа спокойна, говорит Ирина. Надеемся, как и у других владельцев недвижимости, которые пришли в Росреестр в единый день консультаций. Для управления это не одноразовая акция. Получить ответы на многие вопросы, связанные с владением, пользованием и распоряжением недвижимостью, можно и в другие дни. Управление Росреестра проводит консультации два раза в месяц в многофункциональных центрах. Андрей Мамошин, Андрей Мазунин. События. Брянск. День открытых дверей прошел в Центре психологии и развития человека «Сфера». Современными методами коррекционной работы специалисты центра делились не только с коллегами из других организаций, но и с молодыми родителями. Я сначала на первом сеансе, как и все, делаю диагностику, исследую все точки. Вот эта точка отвечает за сгладывание. Метод Кастильо-Моралис – точечный массаж лица и шеи. Один из видов терапии для детей с нарушением речи. Это зависит от диагноза и от ребенка, от состояния. Если это гипотонус, то есть сниженный тонус мышц, мы делаем стимуляцию, и тонус улучшается, выравнивается. Если это гипертонус, это, как правило, бывает у ДЦП, они все в спастике находятся, то, значит, мы его расслабляем и, соответственно, добиваемся нужного результата. Войта и боботтерапии, песочная терапия и биоакустическая коррекция – все эти инновационные методы применяются в сфере. Но и это еще не все. У нас сейчас представлены три вида аппаратной коррекции. Это биоакустическая коррекция головного мозга, американская программа «Интерактивный метроном» и аппарат «Томатис». К слову, аппаратная коррекция в нашем городе имеет самые низкие цены по Центральному федеральному округу. Это потому, что сфера регулярно получает гранты. День открытых дверей Центр психологии и развития человека проводит каждый год. Цель – информирование организаций, которые также работают в коррекционной сфере, и населения. Мы приглашаем всех, мы рассказываем о тех направлениях коррекционно-развивающих, которые мы проводим, те инновации, которые мы внедряем. Все желающие могли не только послушать и посмотреть, но и испытать на себе методы коррекционной терапии. Екатерина Пормон, Андрей Мазунин, События Брянск. В Брянске пройдет турнир Николая Валуева по спортивной рыбной ловле. К участию в турнире приглашаются все желающие, независимо от пола и возраста. Для победителей в номинациях «Самая большая рыба», «Самая маленькая рыба», «Самый большой улов», «Самый юный рыболов», «Самый опытный рыболов» учреждены специальные призы. Дорогие друзья, 10 марта этого года в городе Брянске, Фокинский район, Белые берега, именно для вас мы будем проводить большой рыболовный турнир. Причем на этом турнире соберутся как профессионалы, так и любители. Не меньше 50 рыболов-профессионалов схлестнутся в беспрецедентной борьбе. Также предусмотрены соревнования для детей, которых мы точно так же приглашаем. Уже можно записываться. Ну и, конечно, наше радушие, каша, горячий чай, интересная культурная программа. Все это будет для вас 10 марта. Приходите, уверен, вы не пожалеете. До встречи. Новости и программы телеканала «Брянская губерния» также доступны на нашем сайте в интернете. И присоединяйтесь к нам в социальных сетях. А я желаю вам всего самого доброго и до свидания. Совершенная красота – это не только дар природы, но и работа профессионалов, работа стилистов-парикмахеров. Ногтевой сервис, визаж – мы создадим настоящий шедевр. Будь то простая или самая модная стрижка, свадебная или вечерняя укладка – все это и другое будет выглядеть не только безупречно, но и естественно. Почувствуйте себя неповторимо и комфортно в новом образе. Салон красоты «Бигуди» 740075. Ты красива, и это просто.